Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мария Николаевна? Да. Очень приятно. Меня зовут Петчергина Виктория Александровна. Представляю компанию «Осити». Идет запись разговора. Мария Николаевна, я звоню по поводу вашей задолженности. Стабильных финансовых онлайн-сервис «Гринмани» заемы формуляли 6 ноября 2021 года. Помните? Да. Мария Николаевна, на сегодняшний день просрочка у вас составляет 227 дней. Задолженность фиксированная составляет 19 600 рублей. От «Гринмани» долг был переуступлен в «ООСити» в условном договоре сессии. Мария Николаевна, хотела узнать, почему так вышло? Из-за чего не смогли оплачивать вовремя задолженность? Ну, это уже было, 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 было и прошло. Поэтому хочу узнавать, почему так вышло. Уже так случилось. Уже так случилось. Да, конечно, Мария Николаевна, я вас понимаю, что так случилось, но мы всегда у клиентов пытаемся узнать, войти в их положение и какой-то выход из ситуации помочь найти. В любом случае не все потеряно. И если у вас так случилось, ну, что у людей, у всех в жизни случаются трудности, я это прекрасно понимаю. Поэтому ничего страшного. Вообще позиция мне ваша очень-очень даже близка. Я так же отношусь к таким ситуациям у людей. Все бывает. Очень хорошо. Но все на воде. Да, конечно, конечно. Я с вами согласна абсолютно. Мария Николаевна, мы вам звоним. Сказать о том, что на сегодняшний день задолженность фиксированная, это что значит? Значит, не начисляются проценты, полуторакратный размер, да, их долг. Вы понимаете, все прекрасно, да, и проценты не начисляются. Но у компании готовится иск на подачу в суд, на прослуживание задолженности и подачу к судебным приставам. Потому что компания выставила требование в течение недели полностью оплатить задолженность. Мария Николаевна, я вот вам и звоню узнать, как специалист отдела по финансовому регулированию получится у вас или нет. Какие у вас сейчас вообще финансовые обязательства? Какая финансовая нагрузка? Финансовая нагрузка сильная. Получится или нет, ответить не могу. Чтобы не вводить вас в заблуждение, обещать тоже ничего не буду. Опять же, по тем же причинам и основаниям. Будем ориентироваться по ситуации, которая будет у меня в моей жизни на следующей неделе. С учетом того, что финансовая вы закредитованы. Поняла вас. На данный момент сказать точно не можете, да, о выплате полностью в должности. Зачем я вас буду обнадеживать и потом не выполню свое данное обещание? Да, конечно, я понимаю. Мария Николаевна, я от себя могу вам предложить, пока вы не уверены, действительно полностью в закрытии задолженности оплачивать частями хотя бы посильными вам платежами. На остаток не будут начисляться проценты, еще раз повторюсь. Это очень выгодно. То есть вы будете погашать, например, платежами там месяц какими-то посильными вам. И будем продолжать с вами работу. Как вы на это смотрите? Продолжение хорошее. И слышать его приятно. То есть вы будете, да, вы будете выделять. А еще вы документально как-нибудь убедитесь, что действительно я буду защищена от начисления процентов. Ну, вообще, огонь. Смотрите, у СИТИОС это коллекторская компания. Вот, поэтому у нас проценты не начисляются, но только единственная задолженность может увеличиться, когда компания обратится в суд. То есть это будет плюс у вас к задолженности госпошлина, судебные издержки, потому что у нас это юридическая компания занимается этим. Да, да, у вас серьезно, у вас есть издержки, я знаю. Да, я понимаю, что вы ориентируетесь, что вы понимаете прекрасно. Поэтому есть такое предложение оплачивать именно частично посильными вам платежами. Вы скажите, пожалуйста, сейчас, на данный момент, на какой платеж вы бы смогли рассчитывать, чтобы вносить? Я тоже не могу вам ответить. Вносить можно также через личный кабинет, там будет оплата без комиссии, вы будете видеть свою задолженность, то, что она не увеличивается. Платеж будет поступать моментально и с любой карты. Давайте я взвешу все «за» и «против», ну, конечно, склоняюсь в большую сторону того, что «за», и оценивать свое материальное, реально оценивать свое материальное положение и находиться с вами на связи. Если такое, допустим, и возможно, то я... Да, Мария Николаевна, это наш номер. Выгодно, я знаю, как работает ваша компания. Да, номер горячей линии этот. Вы также можете в любое время туда обратиться. Вам любой специалист ответит, проконсультирует вас. И, я думаю, с любым специалистом нашим найдете решение. Хорошо? Да. Мария Николаевна, подскажите, пожалуйста, значит, сейчас мы как итог фиксируем то, что пока вы не готовы оплачивать, да, за должность? Ну, сегодняшнюю минуту, на сегодняшнюю секунду, мне просто надо подумать. Я не могу ответить. Угу, нужно подумать. Да. Мария Николаевна, хорошо, вы тогда подумайте, но пока есть такие действительно вам предложения, выгодные для вас в первую очередь, я думаю, что быстрее нужно принимать решение. Когда там планируется, если вдруг направление заявления в суд? А, приказ пока будет, да? Да, это будет вынесен судебный приказ. Вообще, он планируется сейчас, потому что компания, вот, я вам говорила уже об этом в начале разговора, выставила закон о церкви. на выдачу. А, сейчас нет? То есть сейчас только планируется? Как документы поступают в суд, в течение пяти дней судья выносит судебный приказ. Пять дней. Угу. Да, все верно, Мария Николаевна. Я, с этим норматом, которую вы мне предоставили, я ее поняла, я буду обдумывать. Ну, пока никаких отказов. Угу, очень хорошо, очень хорошо, я рада, что вы поняли. Угу. Я думаю, фиксировать не надо, но... Ну, тогда... Мария Николаевна, ну, тогда по итогу я вас тоже поняла, информацию добавлю к вашему личному делу. Всего доброго. Подумайте, конечно, над принятием решения и можете обращаться в любое время по этому телефону. Хорошо? Хорошо. Угу. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Деньги в банках не надо относить. Послышу, Майя Викторовна. Говорю, деньги надо держать дома, в чулочках. Угу. Ну, так вы деньги-то у банка взяли, их потратили, теперь-то их нужно возвращать. Банк, это не благотворительная организация. А их больше нет. Ну, значит, продавайте что-то, зарабатывайте. Не-не. Майя Викторовна, просто смотрите, часто банк может вам выставить уже всю сумму к оплате единым платежом, обратиться к приставам. У вас будут блокироваться арестовывать пища. Вы к этому готовы? После выставления к оплате всей суммы за должность, банк не может обратиться к приставам. Банк имеет право обратиться в суд, либо за исполнительной надписью нотариуса. Только после получения решения, либо надписи, право банка обратиться к приставам. Майя Викторовна, вот видите, вы как хорошо ознакомлены с законами, а почему же вы тогда по договору свои обязательства не выполняете? Потому что ознакомлены с законами. Что нет? Потому что ознакомлены с законами. Так, ознакомлены с законами, то есть вы подписывали договор, что 23 числа каждого месяца вы оплату вносите, но вы этого не делаете. Да. По какой причине? Я так решила. То есть вы сейчас отказываетесь от оплаты, все верно? Все верно. Информацию зафиксировала, вам хорошего дня, до свидания. До свидания. Екатерина Натальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Слышу. Меня зовут Бардин Роман Юрьевич, звонил вам из меккредитной компании платиза.ру. Наш с вами разговор записывается. Екатерина Натальевна, звонил вам по поводу вашего договора. У вас сумма 42 700 рублей не оплачена. 121 день пасочки уже. По какой причине, почему не оплачиваете? Что случилось у вас? Расстроена. Чем расстроены? Вы мне поможете? А что у вас случилось? Почему вы не оплачиваете Екатерина Натальевна? Мне надо много денег, мне не хватает. Но и где вы их ищите? Я их ищу, не могу найти, я расстроюсь. А каким образом вы пытаетесь на эти денежные средства? Скажите, пожалуйста. Вы тоже будете искать, так же, как я? Екатерина Натальевна, я с вами сейчас говорю абсолютно серьезно и хотел бы от вас ждать точно такой же отдачи. Скажите, где вы ищите данные денежные средства? Вы работаете? Нет, я не буду этого делать, мы не знакомы. А где вы работаете на данный момент? Можете уточнить? Зачем? Вы хотите меня встретить? Нет, это мне необходимо для того, чтобы актуализировать ваши данные. Нет, нет, нет. Чтобы вы вернули денежные средства. Ага, ну как? Сначала отдайся, потом вернись? Екатерина Анатольевна, на данный момент вы нарушаете условия договора, вы же это понимаете? Понимаю. И почему вы не возвращаете денежные средства? Скажите, пожалуйста. Я от этого кайфую. Что говорите? Кайфую от этого, кайфую. Ага, то есть вы изначально брали договор денежные средства для того, чтобы их не возвращать в дальнейшем. Я правильно вас понял? Да, да, да. Я вас понял. А вы понимаете, что тем самым вы нарушаете условия договора, которые были подкреплены условиями закона Российской Федерации? Ничего. Российская Федерация тоже может быть. Вам ничего. Я вас понял, Екатерина Анатольевна. Давайте так, так как мы сейчас будем писать вашу характеристику, в дальнейшем передавать уже ваше дело в следующей инстанции. Скажите, где вы... Давайте я актуализирую ваши данные. Понимаю. Можете сказать, где вы сейчас поживаете по Комадосу? Я характеризирую меня, ну давай, давай. Где вы по Комадосу сейчас проживаете, Екатерина Анатольевна? Какой цель интересует? Я вам уже сказал, мы сейчас фиксируем по вам финанс... вашу финансовую... Нет, все дело с целью отдачи, да? Ну, чтобы вы вернули данный денежный сесс, конечно. Угу, конечно. Глупый. Екатерина Анатольевна, я вас понял, всего доброго, до свидания. Угу. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Лагерева Елена Юрьевна, Сибирское коллекторское агентство. Разговоры записывается... Алло, Екатерина Анатольевна, так лучше? Ну не очень, вы очень-очень далеко. Может, у вас микрофон не включен? Нет, я вас очень хорошо включу. Вот, уже лучше. Екатерина Анатольевна. Да. Алло. Да, да, да. Екатерина Анатольевна, у вас имеется задолженность 32 250 рублей. Вы брали 25 тысяч компаний Омка, как финансовый супермаркет. Это отличные наличные 1 ноября в 2021 году. Екатерина Анатольевна, на данный момент требования организации в труп дневный срок... У вас агентский договор. Вы готовы решить вопрос, Екатерина Анатольевна? У вас агентский договор. Ваша задолженность переуступили в агентство финансовых решений... Вы мой новый кредитор? ...по договору цессии. Нет, Екатерина Анатольевна, я вам объясняю, что вас долг переуступили в агентство финансовых решений. У нас в этой организации заключен агентский договор по 1500... А вас как организация называется? ...по этому к вам поступает звонок. Мы, Сибирское коллекторское агентство, Екатерина Анатольевна, работаем по всей России. Ну, в общем, вы передали просьбу кредитора оплатить в течение трех дней. Я ее услышала, отказываю. Фиксируйте отказ. Екатерина Анатольевна. Да-да. Фиксируйте отказ. Давайте с вами переговорим сейчас на данный момент. Екатерина Анатольевна, скажите, пожалуйста, почему у вас просрочка получилась? Никакого отношения не имеет к договору. К какому договору? Потребительского займа. Я вам обыкновенный вопрос задала, почему у вас просрочка? Я вам говорю, что ваш вопрос никакого отношения к договору не имеет. Вы как намерены решать вопросы, Екатерина Анатольевна? Я вообще не намерена решать ничего. Надо кредитору, пусть он решает. А вы почему не намерены? А мне зачем? Мне зачем? Как зачем? За вами числится задолженность. Ну, пусть числится. Ну, мне жить-то не мешает. Обратиться в суд. У вас может увеличиться остаток. Значит, 7% исполнительского сбора не менее 1000 рублей. Ну, вы сначала обратитесь, не вы, а кредитор новый. Пусть обратится, пусть получит судебное решение, пусть направит его в Федеральную службу судебных приставов. После этого уже вводит 7% исполнительского сбора. Вы все это сделаете, пройдите все этапы, а ваш заемщик ничего делать не будет. Почему не будете-то? Я не заинтересована, мне это не интересно. Почему? Можете же объяснить. Да зачем я буду объяснять-то? Зачем это лишняя информация, которую я вам буду предоставлять, которая никакой роли не сыграет? Ни на сумму договорных наших отношений, ни на что не повлияет. Екатерина Анатольевна, дело-то в том, что вы же понимаете, что это только негативные последствия. Негативные последствия в виде возбужденного исполнительного производства. Понимаю. Екатерина Анатольевна, в нашей организации есть доступные... В вашей организации вообще ничего не может быть. Если у вас агентский договор, значит, вы просто представители. Передали информацию от кредитора и все. Дело-то в том, что мы можем предложить вам компромиссные варианты. Не можете вы мне предложить, вы агенты. Мы можем. Мы можем предложить вам по погашению компромисс. На каком основании? Изначально вы говорите о том, что кредитор требует, а вы как представитель передаете эту информацию. Сейчас вы говорите, что вы что-то имеете право на что-то повлиять и изменить условия договора. Конечно, можно. Нет у вас таких прав. Не изменить условия договора, а предложить вам комфортные условия для погащения договора. Предложение комфортных условий за собой ведет изменение условий договора. Объясняю почему. Потому что договором установлено, прописано в одном из пунктов, обычно это второй пункт, но не всегда, срок, на который данный займ был предоставлен. Если это был график платежи, соответственно, графикная часть договора будет этот график. И платить надо строго согласно данного графика. Если вы мне предлагаете изменение условий договора, оплату какими-то иными суммами, в иные сроки, идет изменение условий договора. Вы, агенты, вы мне не можете таких предложений делать в принципе. Почему не можно? Можно, Екатерина Анатольевна. Потому что агентским договором это не предусмотрено. Кредитор мне может предложить что-то в виде дополнительного соглашения. Если мы заключим, тогда, возможно, что-то какие-то иные способы оплаты. Иные сроки оплаты. Вы никто. Екатерина Анатольевна, вы взрослый человек. Я взрослый человек? А вы либо дурочка на самом деле, либо строите себе дурочку. Я вам еще раз, еще раз спрашиваю, почему вы перестали оплатить. Я вам еще раз отвечаю, что это не имеет отношения к нашим договорным с кредитором отношениям. Почему я не стала платить? Это не влияет на договор. Вам эта информация для чего нужна? Вы же прекрасно понимаете, что это моя работа. Ну так и скажите, что мне надо что-то зафиксировать. Так вы мне его открыто говорите. Мне надо что-то зафиксировать. И ответьте вы на этот вопрос, чтобы я от вас отвязалась и хоть что-то зафиксировала. Зафиксируйте, пожалуйста, что заемщик отказывается от добровольной оплаты в связи с тем, что отсутствует желание платить по договору, который не соответствует действующему законодательству. Почему не соответствует? Почему не соответствует? Я буду объяснять исключительно судье, исключительно в суде. Никак не звонилки по телефону. У вас отсутствует познание в области юриспруденции, чтобы вы смогли меня понять. Перед вами есть документ, который для вас это документ, это скрипт. Вы за рамки данного скрипта выйти не можете. И понимать вы меня тоже не будете. Вам не нужно меня понимать, потому что я отказываюсь на все денежные средства. Все свое несогласие выражаю в писанном виде, представляю в суд в виде возражения на исковые требования. Все. Не забывайте мне голову. Вы намерены решать вопрос. Я намерена решать вопрос, как вы ранее озвучили, через ФССП, да. Предварительно после обращения кредиторов в суд. То есть вы намерены с переплаты, да, оплатить? Да, с переплаты. Сначала в защите. Да, слушаю. Меня зовут Иштыкбаев Рустам Сергеевич, компания Сибирское коллекторское агентство. Запись разговора ведется. Представляем интересы компании ООО Агентства финансовых решений. Александра Евгеньевна, это вы? Да. Александра Евгеньевна, у нас с вами договоренности были по оплате вашей задолженности? Не было у нас с вами договоренности. Как-то не было. На 15 часов мы с вами договаривались, я вам график выставил оплаты вашего долга по 5000 рублей. Я вам звонил не так давно. Ну, я не помню, про какой график, предговоренность, не про 5000 рублей. Александра Евгеньевна, вы что, уклоняться? Как я с вами постебалась и все. Ага. То есть вы это все в шутку воспринимаете, да? Звонок коллектора, да, я воспринимаю, это шутка. Если я не намерена платить, если я жду суда, то разговоры с вами это шутка. А по какой причине вы не намерены платить, уважаемые? Да я не буду вам рассказывать. Вы как это не будете? Будете рассказывать? Да вот так и не буду. Представляете, какой-то самоуверенный такой сидишь. А почему вы решили, что мы с вами еще на ты успеете перейти? Когда это? Я так решила. Я вам что, разрешался? А я разрешение спрашивала? Конечно, вы должны это делать. Ты нехорохорься, я вам не разрешил. Уважаемый, вы нервничаете, самое главное. Смешнее становишься. Уважаемый, так ваша ситуация-то от этого смешнее не станет. Ага, от того, что я с тобой поговорю, от того, что ты мне сейчас там ловше на уши навешаешь, там расскажешь о жутких последствиях, что-то изменится. Вы себя сами-то серьезно не воспринимаете. Вы наконец-таки сможете... Вы себя сами сделали шутами. Вот народ и смеется. Да никто над нами не смеется. Да все над вами смеются. Ну кто еще остались те люди, которые серьезно вас воспринимают? Возможно, на первоначальных этапах выхода на просрочную задолженность действительно первый месяц к вам относятся серьезно. Потом любой человек поймет, что вы шуты. Все, прекратите вот это вот некорректное... Ой, как не понравилось. Правда, никому у нас не нравится. Нет, очень много, говорю, непонятной информации. Непонятной информации? Конечно, ты когда идешь домой... Ой, домой, на работу. Ты, наверное, себя серьезным парнем воспринимаешь. Не путайтесь с ним. Холоп! Я говорю, не путайтесь, а не волнуйтесь. Одень себе там на голову какую-нибудь смешную кепку и сиди, улыбайся сам же. С арнитурой только обязательно. У тебя другого выхода нет. У меня беспроводные наушники уважаем. Ну еще будешь взыскивать, нет. Как оплачивать долг будете, говорю. Ну как оплачивать долг будете? Ну как, как. У кого занимать, у кого против будете? Ну вот так же буду хихиха-ха, а как? Карточки попрячу, счета позакрываю. Ага, понятно. То есть вы вообще не боитесь закона, да, что с вами будут взаимодействовать? Закон боятся, но то и законство его не надо бояться, его надо соблюдать. Вот именно, а почему вы-то, да, не соблюдаете? Закон, слова твои никакой не имеют законной силы. Значит... Уважаемая, с чего вы это взяли? Почему ты не взял? Значит вы просто, молодой человек, пустое место, которое, ну, занимает мое время. Сидит протирать целыми днями штаны, название добропорядочным людям, гражданам. Давайте нам денег! А вы не запрещаетесь на человек, уважаемый, вы чужие деньги взяли, не возвращаетесь. Чужие деньги взяли? Да перестань ты! Сами дали, я взяла. Все, я понял. Я же вам не запрещаю их вернуть. Принимайте все меры. Мы с вами прощаемся, можете теперь помолчать. Прощай, 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 прощай. Я с вами не намерен общаться больше. Редактор субтитров А.Семкин